Ещё раз добрый день, уважаемые участники конференции. Во второй части своего выступления постараюсь показать другую сторону сочинения Мусауна Рива, вот этой вот книжки, которую мы уже видели. То есть в первой части я показал, насколько это сочинение было традиционно, традиционно для караимского учёного, для караимской литературы. Я хочу показать в этой части другую сторону этой книги. То есть эта книга настолько же традиционна, сколько и новаторство. То есть есть в этой книге много новаторства. В чём она заключается? Прежде всего нужно помнить, в какую эпоху жила Франк Феркопс. То есть что это за эпоха? Эпоха присоединения Крыма к России, эпоха новых связей, новых связей между караимами и евреями, новыми евреями, с которыми они, в общем-то, столкнулись. Это еврея Ашкеназа. С другой стороны, для луцких караимов мы не забудем, что всё-таки Абрам Теркович был луцким караимом. Поэтому для них вот этот связь, эти споры, это вот общение с евреями Ашкеназами, оно не было новым. То есть, в принципе, в Луцке всегда существовала еврейская Ашкеназская община. И, в общем-то, из литературы известно, что даже многие караимы луцкие, такие как Муртыхай Султанский, в том числе Абрам Теркович, они хорошо владели идиш. Идиш — это язык ашкеназских евреев, и могли даже, в общем-то, на нём общаться. То есть есть какие-то письма даже между Абрамом Терковичем и другими членами луцкой общины, которые он писал специально на идиш, для чего? Чтобы крымские караимы не могли его понять. То есть, в принципе, какая-то существовала даже переписка на идиш между Абрамом Терковичем и другими караимами, специально для того, чтобы эта переписка была скрытной и непонятной для крымских караимов. Существовало новое течение в еврейской интеллигенции. Это маскелин, Гаскала. В принципе, это течение началось ещё в XVIII веке, но его пик достиг именно пика деятельности Абрама Терковича, это 40-е, 50-е, середина XIX века. Это, можно сказать, был пик вот этого еврейского просветительства. Именно так переводится слово «гаскала», то есть «просветительство». И это течение было очень близко к караимам. С другой стороны, вот эти вот еврейские просветители, они очень интересовались караимами, очень часто обращались к караимам, очень их ценили, да, то есть в лице вот этих вот еврейских просветителей были в каком-то смысле тоже пропагандистами новаторства. То есть вот эта вот переписка Абрама Терковича, в принципе, Абрам Теркович в этой переписке, в этом общении с еврейскими просветителями он был не последним лицом, если не сказать даже, что первым лицом. Он был в своём роде первым просветителем среди караимского народа. То есть, в принципе, до Абрама Терковича у караимов мало кто интересовался историей. Абрам Теркович был первым историком караимизма в Крыму. Ну, естественно, что ему было у кого поучиться, да, то есть, в принципе, до него был ещё Мурдыхат Султанский, да, Мурдыхат Султанский. Его книга «Зефир Чаддыким», это книга, которую написал Мурдыхат Султанский, и она также освещает историю караимизма, историю караимской общины. То есть, в принципе, у Абрама Терковича были предшественники, в том числе и среди караимов, и та же книга «Дот Мурдыхай». какие-то предтечи, да, предтечи были. Однако нового, новаторского подхода к истории, такой, как был Авраама Терковича, не было. То есть, Авраам Теркович, он всё-таки был новатором, и был первооткрывателем многих вещей в фалеологии, да, в археологии. То есть, в общем-то, именно он занялся первыми этими всеми вещами. Он поехал искать доказательства, материальные доказательства присутствия караимов, будь то приписки к «Сефер Тора», к пятикнижиям, или же это рукописи, которые он искал по всему Ближнему Востоку. То ли он занимался археологией, то есть, и раскапывал, ввёл раскопки на караимских кладбищах, открывал генезы, караимские генезы, крымчатские генезы в Крыму. То есть, всё это он делал для того, чтобы приводить материальные доказательства. Вот такой вот новый аспект, который был характерен именно для научного мира XIX века, что любая историческая основа, любое историческое высказывание, оно должно было подтверждено материальными доказательствами. Ну, вспомним письмо Зубова, да, к караимской общине, в котором было несколько вопросов, которые были приведены. Ну, естественно, что эти вопросы должны быть доказуемы материальными доказательствами. Вот, в принципе, и вот этот мир, в котором жил Феркович. С одной стороны, он был традиционалистом. Это мы увидели в первой части моего выступления. С другой стороны, он был новатором. Да, в чём заключалось новаторство Авраама Ферковича именно в этой книге «Масаум-Лива». В начале книги есть такое вступление, да, вступительная статья, предисловие, в которой Авраам Феркович описывает то, что побудило его написать книгу «Масаум-Лива». И в этой истории он описывает, он, будучи в «Масаум-Лива», познакомился с одним хорошим евреем, да, учёным. То есть у него, в принципе, у Ферковича здесь, в этой книге, не направлено... Вообще, многие ошибаются. Думают, что «Масаум-Лива» — это книга, которая направлена против всех евреев. Критика Ферковича, она не направлена против всего еврейского народа, она не направлена против всего талмудизма, но его критика направлена против определённой части еврейского народа, против определённой части талмудизма, и это часть хасидское движение в талмудизме. То есть это хасиды, да, то есть это книга против хасидизма, но не против еврейского народа. Это мы должны всё время осознавать, все время иметь ввиду. С одной стороны, есть хорошие евреи, это вот эти самые еврейские просветители, и, между прочим, более сотни писем Ферковича в его личной переписке, в архиве, который находится в Санкт-Петербурге, это переписка именно с еврейским просветителем. Есть несколько статей, которые были опубликованы в еврейских журналах просветительских, таких как Магид, Гаммагид. Феркович очень ценил эту связь, это общение с просветительским движением, и это отразилось в этой книге Масаум Риба. То есть, в принципе, не только традиционное цитирование прежних авторов, мы найдем в этой книге, но также и цитирование новых авторов. Да, ну вот я хочу привести несколько примеров для того, чтобы показать эти примеры, я хочу пройтись по страничкам книги, которую я сейчас переиздаю заново, и, естественно, что в этом случае я привожу все источники, да, и стараюсь привести все источники, которые использовал Ауран Феркович. Это нам поможет в том, чтобы понять, насколько вот эта связь с просветительским миром помогала Ферковичу в написании этой книги, и, с другой стороны, насколько это отразилось в этой самой книге Масаум Риба. Так, ну, приступим. Итак, будем листать странички книги, новой книги в новом изложении, в новой редакции, в моей редакции, и, значит, я покажу на этих страничках, каким образом Феркович излагал эту новую концепцию еврейского просветительства. Уже во вступлении книги мы видим его почитание течения еврейского просвещения. Название и слово «Маскиль», «Маскиль» — это «просветитель». Вот само отношение Ферковича мы видим в движении просвещения, которое было распространено в его эпоху и которым он очень заболел. Его даже называли «Маскильга» — «караимский просветитель». Он был один из виднейших караимских просветителей. Иверские комментаторы более позднее критиковали более ранних иверских комментаторов, начиная с эпохи рационализма, то есть Рамбам — это где-то начало эпохи рационализма. И я начну вот из ранних таких вот учёных рационализма. Это Раби Давид Кимхи. Вот мы не можем в Википедии посмотреть про него немножко информации. Давид Кимхи — это средневековый филолог Гибраист Вин, основоположник грамматики еврейта, оказавший глубокое влияние на развитие грамматики вообще и еврейта в частности, автор популярного комментария к книгам Танаха «В духе рационализма и филологического анализа текста». Кстати, вот я хочу здесь упомянуть, что именно рационалисты, еврейские рационалисты были очень наглядным примером для караимских вероучителей. То есть, в принципе, очень много караимских вероучителей относились с очень большим благоговением именно к еврейским рационалистам, таких как Рамбам. Вот одним из таких рационалистов был Давид Кимхи. В первом векологии, в 105 стихе, в принципе, уже Радак выступал за то, что вот это вот умальтем щенит. Только обрежьте его второй раз. То есть, смысл заключается в описании в том, чтобы не делать второй раз обрезание, так как предполагают евреи, а проверить у тех, кто не успели сделать обрезание в пустыне, которые были в пути и не могли его сделать, чтобы его шула проверил их на наличие обрезания. Если такового нет, то сделать обрезание этим людям, у которых его не достает. Каладалит, стих 68. Еще раз упоминает Радак. Взят пасук, стих из Петекнижия Моисея, стих, который запрещает нам разводить огонь в субботу. Раввинисты взяли стих из Ешайя. Вот Ешайя, Кавдалит, Этвав, Алкен, Баурим, Кабиду, Адунай. Что, в принципе, если мы вот это вот слово, Баурим, мы должны знать, как его перевести. Продолжение этого стиха. Алкен, Баурим, Кабиду, Адунай, Би-и-е-гайям, Шем, Адунай, Илоги, Исрая. Кажется нелогичным, почему потом написано, Би-и-и-гайям, на морских островах почитать имя Господа Бога Израилева. То есть какая связь между Баурим, если это свет, и Би-и-и-и-гайям, Баурим, Баамаким. То есть это название местности, это равнины, то есть на равнинах и на морских островах. И вот, значит, Фрам Ферковец цитирует Радака. То есть он взял здесь высказывание Радака, что Баурим — это не при свечах, не при свете, так как толковали раввины в Талмуде, но на равнинах. То есть «Чтите о Господа на равнинах» Баамаким. Ор — это наевритий свет, а вот Ур, как видим, это название местности. Я хочу привести один из примеров, когда Ферковец подчеркивает, что он не критикует всех евреев и что он относится к ним как к братьям. Вот один из этих примеров в декологии Бет. Во втором декологии, в 78 стихе, он пишет, «Вместе с тем я их не назову именем чужого народа, потому что они все-таки наши братья, и не всех ли нас он создал. Весь народ Израиля держится друг за друга. В конце дней кости мертвецов будут соединены. Поэтому они не виноваты так сильно, потому что книжники их совратили с пути истинного. Идут по стезям, которые на их направлены. Поэтому они очень виноваты. Они уподоблены ребёнку, который взят в плен и научен обычая нам того народа, который взял его в плен. Тут, в принципе, Рамбам написал то же самое о караимах. Вот как бы Феркович в пику Рамбаму пишет вот эту вот фразу. Так, вот ещё одно любопытное место. Я хочу показать из 8 деколога, в котором Феркович показывает, насколько он уважает другие нации, не только евреев. Здесь, в 8 декологе, в 21 абзаце, он пишет о христианах и мусульманах, как о братьях еврейского народа. Ап-Тора говорит нам о том, что нельзя давать в рост твоему брату. Раввинисты ошибаются в своём комментарии слова Ахиха, брата своему, и забыли своего пастыря, поскольку и Эдон, то есть христиане, и Ишмаэль, мусульмане, они наши братья и наша плоть. От трёх братцов произошли 3 народа. Ишмаэль, мусульмане от Авраама, Эдон, христиане от Исаака, и Израиль от Иакова. Третьих религий, вот, братские религии. Вот что он пишет в этом месте. В пику, может быть, тем, кто обвиняет Ферковича в том, что он относится недружелюбно к какому-либо народу, будь то евреи, будь то христиане, будь то мусульмане. Вот в качестве примера я хочу привести ещё одно место, в котором Феркович разделяет мнение раввинистов в отношении Пейса. И здесь Феркович пишет в том, что он выступает с критикой против хасидов. то есть здесь он пишет о том, что, но даже среди них есть разделение во мнениях. И вот, например, в Ахаруним, последние учёные, они опровергают мнение древних учёных. Итак, ещё одно место в Девятом Декологии, в 51-м абзаце, пишет Феркович, то есть последние их мудрецы раввинов опровергают то, что написали прежние, то есть древние раввины. Из-за того, что они стесняются открыть то, в чём запутались прежние раввины, для этого они стараются прикрыть ту наготу, в чём ошиблись древние писатели. И вот ещё одно такое место в том же Декологии 9, значит, в 91-м абзаце мы видим здесь такое. Последние комментаторы раввинские, значит, видя несуразность того, что написано в Талмуде, в котором написано, что раввинские учёные якобы победили Господа в споре, не цехуни, это значит, победили меня. То есть Господь как бы признал то, что раввины победили его в споре, для чего это делали раввины, для того, чтобы показать, что Талмуд, он стоит выше Священного Писания, и поэтому, значит, даже вот учёные, они настолько велики, что они победили самого Бога в споре. Значит, здесь Ангд Петеркович пишет, что последние учёные, они, видя вот всю несуразность этого места в Талмуде, хотят прикрыть наготу и срам своих первых учёных, пытаются прокомментировать слово «ничехуни», которое написано в Талмуде, от слова «ламеначея». Увековечивали имя Господа и дирижировали хором, который прославлял его. То есть, насколько нелепо и несуразно комментарий первых мудрецов, мудрецов Талмуда, кажется, мудрецам в последних лет, что они пытаются как-то сгладить эту несуразницу. В седьмом дикологии, 14-15 абзац, мы видим очень интересное место, в котором упоминаются хасидские обычаи. Выдавать своих детей в возрасте 13 лет, женить их, выдавать замуж. Из-за того, что в порядке изучения тех книг, которые они преподавали в Мидрашах, дети уже в юном возрасте изучали отрывки и комментарии Талмуда, которые относились к сексуальным извращениям, которых довольно-таки много в Талмуде. И за счёт этого у них уже в юном возрасте возникало сексуальное влечение. Даже несмотря, что в самом Талмуде упомянут возраст 18 лет. То есть в Мишне, несмотря на то, что в Мишне был указан возраст 18 лет, они выдавали своих детей в возрасте 13 лет. Бенш Мунаэсри Лахупа. Феркович приводит здесь критику против этого хасидского обычая. И в этой критике очень интересно, что он приводит мнение учёного из Гаскалы, учёного из еврейского просвещения, которого зовут Давид Кару. Давид Кару был педагогом из Пруссии, одним из видных учёных-просветителей среди евреев. В этом месте Феркович очень лестно отзывается об этом еврейском просветителе, который боролся с вот этим хасидским явлением. Очень сильно критиковал хасидов, хасидское учение, за то, что они преподают в их хедерах вот эти сексуальные все вещи. То есть мы здесь видим очень сильную критику Давида Кару на те порядки, обычаи, которые существовали в хасидских общинах Польши. Несмотря на то, что в Германии в это время женили подростков 24 года, в Польше всё ещё продолжали следовать извращённым обычаям женить своих подростков в 13 лет. Итак, в приведённых примерах мы увидели, что Феркович двояко рассматривал еврейский народ, еврейскую традицию и еврейскую религию. С одной стороны, он очень много почерпал с этого, то есть определённо из еврейского просветительства. С другой стороны, очень критиковал традиционный талмудизм, традиционный подход хасидов, в этом случае это хасиды, которые исходили только из Талмуда, только из Мидрашей, то есть это какой-то такой тёмный средневековый талмудизм. И, с другой стороны, освещение и пропаганда еврейского просветительства, еврейская просветительская мысль. Всё это мы видели на тех примерах, которые я показал. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прослушали мой доклад. И вот эта вот книга, ещё раз я хочу её показать, «Миссово 0.2». Это та книга, о которой мы говорим. И это книга, которая будет издана в ближайшее время в новом издании, которая будет себя включать два тома. То есть из вот этой маленькой книжечки я сделал два больших тома, которые будут себя включать научные комментарии, научные ссылки, ссылки на источники. Нужно подойти правильно к этой книге, чтобы понять всё, что в ней содержится. И все источники. Тогда мы поймём, что действительно эта критика, та критика Ферковича, которую он написал в этой книге, она действительно правильная и она действительно заслуживает внимания читателя. Спасибо за то, что вы прослушали мой доклад. Продолжение следует...